Друзья, всем привет! И прямо сейчас мы разберем еще один китайский автобренд, который активно продается на территории Российской Федерации. Имя ему Черри. В этом выпуске я вам расскажу, какие модели вообще покупают, что у них действительно можно считать востребованным, что больше всего хотят люди, что менее всего покупают, какие комплектации, какие машины вообще снимают с производства в силу того, что людям, то есть нам в России, они не зашли. Мы заедем на тот самый автосервис, где человек нам покажет. Вся проблема этих коробок – это пилючный вал и стартер. Какая основная проблема у этих машин? На что жалуются люди, когда приезжают на ремонт? Мы заедем к одному известному автоблогеру, который последние 5 лет снимает активно обзоры про китайские автомобили, и я задам ему точно так же ряд вопросов. Понятное дело, что нарекания есть. Как бы не может такого не быть, что такие китайцы. Вот мы там производили всю жизнь палочки для еды, и такие херак начали делать кроссоверы. И тут внезапно супер качество. Тойота, знаешь, ну конечно такого не может быть. В телеграме канала я сделал пост о том, что будем снимать развернутый выпуск на тему марки черри. И попросил вас написать отзывы. Все те, кто купил машину, кратенько напишите, что вы о них думаете. Плюсы, минусы. Отзывов пришло порядка 50. Я выведу их на экран, вы сможете почитать, услышать, что в целом говорят люди. Таким образом, этот выпуск будет максимально насыщен и полезен информацией. В нем нет какого-либо призыва что-либо покупать или не покупать. Задача простая. Показать вам положительные стороны и отрицательные стороны. А вы уже сделаете выводы и напишите ваше мнение в комментарии. Без промедления. У нас сегодня много полезной информации. Мы начинаем прямо сейчас. Приятного просмотра. А начать предлагаю с модельного ряда. Что же нам сегодня предлагают к покупке? В первую очередь, Cherry Tiggo 4 Pro. Далее идут версии Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Вот эти версии уже снимают с производства. Потому что они заменены на Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max. И еще есть версия Tiggo 8 Pro E Plus Hybrid. Обо всех этих версиях расскажу чуть подробнее. Ну и есть седанчик в линейке. Это Arisa 8. И вот вам может показаться, ну все, это все то, что есть от Cherry. Но дальше я вам донесу информацию, которая, казалось бы, лежит на поверхности. Но на самом деле многие об этом не знают. И говорят, о, ничего себе, когда узнают, о чем идет речь. Ну давайте пробежимся в первую очередь с ликвидных позиций. Что чаще всего покупают, что хотят люди, когда заходит речь про Cherry. Это модель 7 Pro Max. Автомобили шикарно расходятся. Они просто разлетаются, как горячие пирожки. Особенно, когда есть хорошие цены, хорошие предложения. Чаще всего берут версию с передним приводом в комплектации Prestige и Ultimate. Это наиболее востребованные версии. Тем не менее, базовая версия Elite тоже хорошо заходит. Все автомобили с передним приводом, внимание, 4 и 7 Pro представлены с коробкой Variator. О ней мы поговорим отдельно. А вот в версии, где идет уже полный привод, там стоит 7-ступенчатая роботизированная коробка. О ней мы тоже поговорим отдельно. Касательно цен. Я озвучу вам информацию, которая актуальна на момент октября 2023 года. Постоянно цены меняются, постоянно меняются поддержки. Поэтому, когда вы будете просматривать выпуск, возможно, цены стали выше, ниже. Поддержки стали больше, меньше. Если мы посмотрим официальный прайс, то я вам хочу сказать, что по официальной розничной цене эти машины, в принципе, никогда не продавались. А если кто-то из вас купил за наличку по розничной цене, то я вас поздравляю, вы, ну, в шутку, скажем так, лопух. Ну, и, конечно же, всем нужны доказательства. Ну, вот, смотрите, разбираем ситуацию. На официальном сайте комплектации Elite для простоты счета представлены по цене 2 миллиона 929 тысяч, а максимальную цену, выгодную цену, вы можете получить путем к 3DIN, кредит, и это будет 2 миллиона 624 тысячи рублей. В телеграме канала, ссылку на которую я без конца оставляю в описании, в первом закрепленном комментарии, я выкладываю вот такие вот подборки с машинами. Это все предложения от официальных дилеров, не какие-то там серые, вымышленные, это реальные цифры. Смотрим, прям первая позиция. Elite, передний привод, розничная цена совпадает, ну, можно эту машину купить минус 320 тысяч рублей за наличный расчет. А если воспользоваться всеми услугами, то сходу вы можете получить 2 миллиона 410 тысяч рублей. Как вам такая разница? И это, подчеркиваю, здесь будет только плюс полис каска. Вот. Поэтому, ребята, торг с черри фиксируем уместен. Эти машины хорошо торгуются, с ними можно договариваться. Потому что на машины активно делают скидки. Их огромное количество, их исправно подвозят, наполняют рынок. Я вам открою лишь карту официальных дилеров по Москве. Вы посмотрите, какое их изобилие. Я бы даже сказал, что они переполнены, их сверхмного. И это еще цветочки, потому что дальше вас ждет более глубокая информация. Это первая модель. В целом, визуально красивая, в интерьерчике она приятная. Многим эта машина, вообще марка черри, заходит больше, чем другие китайцы. Потому что, заходя в нее, садясь, отмечают, что она как-то более интересно сделана, более качественней. Что вы думаете? Если вы еще ни разу у них не сидели, прокатитесь, посмотрите. И после напишите ваше мнение в комментариях. Это модель, скажем так, номер один. И второй кормилец у черри, это 8 Pro Max. А еще есть полезная информация для всех тех, кто связан с бизнесом, начиная с самозанятого, ИП, ОО, ОАО, или же, возможно, вы связаны с бухгалтерией. Вот вы знали, что для проверки профпригодности бухгалтера требуется от одного до двух лет? Не будет для вас секретом, что от качества работы бухгалтерии зависит финансовое благополучие организации. В том числе уверенность в отсутствии неожиданных штрафов, минимизация налогового бремени в целях сокращения неоправданных расходов. Вот почему так важно не допустить ошибку в выборе бухгалтера в вашу организацию. Именно поэтому я вам рекомендую обратить ваше внимание на первый в России бухгалтерский конвейер MacoExpert, который гарантирует, что вы передаете свое предприятие в руки высококвалифицированных специалистов, получая при этом полную материальную ответственность. Maco освободит вас от бремени поиска и найма профессиональных кадров, что позволит сосредоточиться на основных бизнес-процессах. Первый в России конвейер бухгалтерских услуг поможет до 80% сократить расходы на содержание бухгалтерского штата. MacoExpert заменит собой всю бухгалтерию или возьмет на себя определенный участок работы. Например, кадровое делопроизводство или расчет заработной платы. А высокая производительность достигается с помощью разделения труда. Каждый сотрудник MacoExpert выполняет ровно одну небольшую операцию. Он знает ее досконально, поэтому ошибки сведены к нулю. А еще напомню один из козырей компании, что с момента основания они ни разу не поднимали цены на свои услуги. Так и 2023 год не стал исключением. Когда все вокруг дорожает, их цены за услуги остаются на прежнем уровне. И всего за 2000 рублей вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций. На вас будет работать не один универсал, а 6 специализированных департаментов, готовых взять на себя все вопросы, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом. Именно поэтому я приглашаю вас по ссылочке в описании подключиться к Maco в мае и получить один месяц бесплатного обслуживания. Все подробности ждут вас на их официальном сайте, но и также вы можете оставить заявку и получить развернутую консультацию от их специалистов. Экономьте ваши деньги и ведите вашу бухгалтерию максимально прозрачно. Пользуйтесь на здоровье. MacoExpert ждет вас по ссылочке в описании. Это 8 Pro Max. В частности, рестайлинговая версия, которая поступила на рынок, продается активно. Вот ее чаще всего люди приходят смотреть. Ее берут в комплектации Ultimate, самая максимальная, потому что предыдущая комплектация это Dreamline, а вот разница, там не такие большие деньги, порядка 200 тысяч рублей, если не ошибаюсь, но Ultimate будет гораздо богаче нафарширован. Соответственно, когда люди приходят, выбирают их. Ну и давайте сразу пробежимся по ценничку. Смотрим. Новый Dreamline. Розница 4,460. Максимальную цену перепродажи. С учетом всех выгод, трэд-ин, кредит, вы можете получить 3 миллиона 869-900. Это согласно официальному сайту. Смотрим. Предложение от одного из официальных дилеров. Подчеркиваю, в этом списке конкретно есть машины в перемешку. Здесь есть восьмерки, предыдущие. Я же вам привожу пример с акцентом на первую позицию. Вот там написано New Dreamline. Розница совпадает. И, пожалуйста, за наличку без трэд-инов и кредитов вы можете получить предложение ниже, чем есть оно на официальном сайте. То есть, для вас это, внимание, а у денюжки. Это выгода. А если взять комбо, так называемое, трэд-ин и кредит, 3 миллиона 453 тысячи рублей. Сюда плюс поле сказка. Делаю акцент, что вы можете приехать к дилеру и вам что-то вкинут в тело кредита, страховку жизни, гап и так далее. Цена может измениться. Кто-то вас может обдурить, написать вам цену еще ниже. Это все индивидуально. Я же вам показываю реальные цифры, которые можно использовать, ну, как минимум, как ориентир. Но цена постоянно меняется. Не устану это повторять, так как это действительно важно. Вот это вот, скажем так, две самые ликвидные, самые востребованные позиции от компании Chery. Меньше всего берут Arisa 8 и Chery Tiga 4. Отмечу, когда я собирал информацию, многие отмечают, что как раз-таки по регионам нашей страны четверку, в принципе, разбирают в силу ее более доступной цены. Сразу к ценам. Хорошо сегодня идем. Ну, вот смотрите, давайте посмотрим две комплектации. Это экшен. Самая базовая, самая выгодная цена может быть у вас 1 980 при рознице аж 2 250. Смотрим список наш. Все эти списки, подчеркиваю, в Телеграме. Пожалуйста, в открытом доступе. За наличку можно взять 1 996. Никакие трейдинсы давать не нужно. А если уж трейдин кредит, 1 807. Давайте сверим комплектацию Ultimate, это самое максимально. При рознице 2 700. Ребята, 2 700. Звучит страшно. Низкая цена 2 430. Смотрим на стороне. 2 221. То есть, еще на 200 тысяч рублей ниже. Смысл? С Chery можно и нужно торговаться. Я в сотый раз напоминаю, что будьте всегда внимательны, когда вы идете в салон и вам называют цены при условии трейдина, кредита. Ведь там обмануть вас можно на раз-два. Вы можете найти предложение за полтора миллиона, которое, естественно, не будет являться реальностью. Но вот четверка, в частности, в Москве не так востребована. В Московской области не так востребована. Их можно увидеть в такси, потому что они проходят замечательно. Ну и чаще всего их берут как рабочая лошадка, покататься. Это вот информация, которую я вам озвучу. Это в общих чертах. Вполне возможно, что кто-то берет, потому что она ему нравится. Он от нее кайфует. Небольшая машинка подходит. Но вот она не так востребована на продаже. И Ariza 8. Этот автомобиль изначально был презентован как убийца Toyota Camry. D-сегмента в целом. Это вот китайский такой бизнес-класс. Если мы говорим про Camry, Mazda 6, Hyundai Sonata и прочее. Что произошло? Машина приехала. Визуальный внешний вид вроде бы неплох. По интерьеру тоже, в принципе, приятная машина. Естественно, как и любой китайец, она нафарширована. Розничная цена у машины была заломлена. Сразу к ценам. Давайте разберем комплектацию Ultimate. Она по сути является максимальной. Вот посерединке. Самая выгодная цена, согласно официальному сайту, 3 миллиона 195 тысяч рублей. Смотрим. Ага. Списочек. Детальнее. 2 миллиона 937 тысяч за наличку. А если трейдин и кредит? 2 миллиона 745. Цифры здесь могут, вот обратить внимание, в каждой таблице отличаться немного. Есть этому объяснение. Но сейчас на это дольше времени тратить. У этого автомобиля есть такой недочет со стороны китайцев. Многие, когда она появилась, думали, что это будет полноценный лифтбэк. То есть, большой просторный багажник. Удобнее открывается крышка. А нет. И те люди тут приходят, частенько об этом говорят. Что вот с багажничком, конечно, они проиграли. Не так востребована эта машина. Хотя те, кто ее берут, катаются, дают по ней положительные отзывы. Что, в принципе, неплоха. Почему так? Ну, просто-напросто цена очень высока даже для этого автомобиля. Китай, Китай, Китай. Все привыкли слышать Китай и делать параллель, что вот там в Китае у них машина стоит дешевле. Эта машина может стоить там в два раза дешевле. Но мы, к сожалению или к счастью не в Китае, машины привозят к нам все пошлины и прочее, прочее, прочее. И цена вырастает так, что, естественно, мы здесь удивляемся. О, здесь такая цена, а там другая. Опять же, мы говорим про официального дилера, который тоже зарабатывает, это тоже стоит не забывать. Ведь привезти абсолютно любой китайский автомобиль самостоятельно можно, и это будет дешевле. Вот в рамках этого монолога я вам добавлю один живой пример. Джили Манджаро. Очень популярна, востребована машина в России. В максимальной комплектации, изумрудного цвета, официальные дилеры ее продают в отметке примерно 5-5 миллионов 200 тысяч рублей. Зафиксировали. Купить такую же машину, точно такую же, можно за 3 миллиона 700 тысяч рублей. По параллельному импорту. Разница будет лишь в следующем. У нее не будет подогрева руля и лобового стекла. И у нее не будет гарантии. Но эту гарантию можно купить. Гарантия на один год стоит примерно 50-70 тысяч рублей. Да и, собственно, все. Но, опять же, вы будете покупать от частника. Хотя и дилеры сами параллельно предлагают купить условно задней стояночке параллельный импорт, который будет выше, чем на стороне, но дешевле, чем официалка. Поэтому здесь, скажем так, автомобили представлены на любой вкус. Хотите подешевле, пожалуйста, вам к тем, кто привозит самостоятельно. Либо сами привезите, чтобы никому не платить. Здесь все можно порешать. Но это вот основные модели. Самая неликвидная версия в компании, которая есть сегодня на рынке, это TIGA 8 PRO гибрид. Ее, в принципе, не покупают. Я ее вживую ни разу не встречал. Отмечаю так, что люди к ней еще просто-напросто не готовы. Более того, она идет на переднем приводе. Там более мелкий запас хода. Там буквально 75 километров просто на батарее. То есть, этот гибрид, его нужно постоянно будет заряжать для того, чтобы раскрыть весь потенциал экономии топлива. Но наш народ заморачиваться не хочет. Если уж брать, то электричку с хорошим запасом хода. А вот это вот, как показывает практика, нахрен она никому не нужна. Таким образом, мы с вами можем зафиксировать, что у компании Cherry на нашем рынке есть две самые востребованные модели. Это 7 PRO MAX и 8 PRO MAX. Казалось бы, все, да, но нет. Смотрите, компании Cherry есть дополнительные, назовем их там, суббренды, к которым относится сама Cherry 1. Далее, Amoda 2, Jaku 3, Kai 4, G-Tour 5 и Exit 6. Ребята, 6 дополнительных брендов, которые представлены на территории нашей страны. Они продают автомобили в другом, с другим внешним видом, с другими названиями. Но по факту это те же самые Cherry. Так, например, вот сейчас задается некоторым вопросом. Вот 8 PRO пробыла на рынке 2-3 года, ее убирают. А почему ее убирают? Потому что у нее есть аналог от компании, если не ошибаюсь, G-Tour. Есть другая модель, которая визуально смотрится интересней, побогаче, более прогрессивно. Она местами по опциям даже чуть выше. А по ценнику плюс-минус так же. Когда человек погружается, начинает изучать, он говорит, а зачем мне 8 PRO, когда есть модель поинтереснее? И уходит за ней. Таким образом, компания сама по себе наплодила дополнительную, в принципе, ненужную конкуренцию, на которую как раз-таки официальные дилеры и жалуются. Как это должно быть по-хорошему? Вы приходите в компанию Cherry, к официальному дилеру, открываете двери, и перед вами огромный выбор автомобилей, но наиболее востребованных. Короче, сделали вот этот такой мнимый выбор, что ты смотришь, вроде как разные марки есть, а по факту это по сути все одно и то же. И в Китае говорят, что, например, Amoda это Cherry Amoda C5. Можно было расширить выбор, то есть у тебя, например, 4 кроссовера на выбор в разном дизайне, разный интерьер исполнения, то же самое с седанами. Ты приходишь, и так было бы проще в том числе и дилерам. А так их пихали, вон, открываешь одного, у них Джатка, пока вообще Джакут это, вообще одна машина. Понятно, что, судя по всему, подвезут еще машины, ведь Кай Е5 тоже пришел один. Понимаете, вот в этом всем так называемом дерьме нужно уметь разобраться, понять, что к чему как, и им приходится всем конкурировать между собой. А если вы начнете открывать карты и смотреть, сколько дилеров, и все это одну на другую накладывать, вы поймете то, что она бешеная. И поэтому, ну, местами нам, с одной стороны, это выгодно, ведь можно торговаться, с другой стороны, и так, цены завышены. Но ключевую мысль я, надеюсь, до вас донес. И вот здесь возникает вопрос, что с надежностью, какие у них есть значимые болячки. Я думаю, вы в предыдущем выпуске слышали, что мы поговорим о вариаторе, ведь на него больше всего нареканий, как минимум, из сервиса. Вот давайте переместимся к Саслану, тот самый человек, которому, подчеркиваю, вы сами мне рекомендовали съездить к нему, взять у него комментарий. Вы сказали, я сделал. Слушаем, что расскажет Саслан про черри. Вся проблема этих коробок – это пирючный вал и стартер. То есть, если увидишь внутри, что происходит, вот это ихняя втулка китайская. Вот прямо внутрь. Видно? Вот вещь. Подснимем. Так. Ну, вы комментируете? Да. Вот это вот беда. Вся беда начинается отсюда. То есть, вот, пирючный вал, это работает вот таким образом. То есть, вот, возьмем так. То есть, все, она уже бегает. Вот, все, она разбита. Это у них, у всех аналогично. Другого еще не было. Вот сколько мы уже починили? Мы порядке уже 30 черри починили. Вот у всех вот это вот. Все модели? Все. Неважно. Именно вариаторы. А у них два вида вариаторов. То есть, два вида, по сути, все одно и то же. Внутри. То есть, для меня это тоже говорит о неких вещах, что какой-то некий эксперимент у них идет. Вот почему? Что два насоса внутри коробки различаются. То есть, все одинаковое. И насосы разные. То есть, это либо сколько проедешь ты, сколько проеду я, сколько проедет он. И будет понимание у них, что дольше ездит. Ну, наверное, так. Это мои, как бы, домыслы. Ну, вот, беда начинается с этого. Все. Сослан, сколько стоит? 200 плюс. По умолчанию. 200 плюс? 200 сколько? 250 тысяч? 300? 200. В основном 220-230. Если с допрадиатором, 250. Под большим вопросом блок управления, который тоже идет под замену на то, что стоит 1040 денег. То есть, того можно влететь на 300 тысяч? До 300 тысяч может дойти. Это ремень, это конуса, это гидроблок, это гидротансформатор, это авирол, это фрикционный. Ну, я не стал сейчас все вытаскивать там. То есть, ломается вот это и тащит за собой все остальное. То есть, это я говорю то, из-за чего они все ломаются. Вот это слабое место их. Она не выдерживает просто. Вот и все. На каком пробеге первые полеты начинаются? 3, 5, 10, 20. Самый большой это 78 тысяч. Ну, это не повально или повально? Просто, сколько машин ездят и в каршеринге ездят и по дорогам встречаются. Ну, не только же мы их чиним. Много сырысов, кто их тоже чинит. И они все это знают тоже. Видят тоже. Есть 150? Есть, конечно. Ребята, ну, я общаюсь с коллегами. Да, приезжают 150, 140 бывает. Ну, в основном это до 80. До 80. До 80 это такой самый такой пик у них. В данной ситуации мы говорим непосредственно про черри. Вот коробка раз. Еще какие-то технические нарекания есть серьезные? Да, рейки разбиваются. Они все с разбитыми практически рейками приходят. Прямо вот руль крутишь, он дунг-дунг, прям бьет. Удары идут. Мультимедиа вообще нулевая, никакущая. Гниет кузов по-страшному. То есть она уже стоит новая, уже есть следы, где начинает гнить уже. Ну, вот машина, 22-й год. Пробег 43 тысяч. Больше скажу, она на гарантии. То есть это гарантийная машина. Это не снятая с гарантии. То есть тут люди обслуживались. То есть до сих пор обслуживаются. И сейчас у дилеров находится еще одна такая, которую должны, может, даже вы застанете, эвакуатором везут сюда разобранную коробку. Три месяца она простояла у дилеров. Вот ты представляешь, человек купил машины в такси. Работать надо. Ну, он привез вот эту вчера, я говорю, нахрена, иди туда. Отдай ему, он говорит, у меня нет выхода, нет, все. Мне надо зарабатывать деньги. Если я сейчас объятия дам эту туда, и ей это будет еще три месяца там стоять. Потому что одна уже стоит там у дилеров. Вот он приехал вчера, уже отчаянный человек, говорит, не надо, не хочу ни дилеров, ни кого починить, и чтобы она у меня ездила, приносила деньги. Таких случаев дохрена у меня. Прямо много таких случаев, где я тут дилеров не виню тоже. То есть они же не с кармана достану, коробку отдадут. У них ключевое слово на центральном складе все. Но это их научили так говорить. Зарисовочка осень, но мы снова в гостях у Саслана. Саслан, ты почитал комментарии, как бы люди разделились. Ну, как это и было всегда, на два фронта есть те, кто поддерживают твою точку зрения, что Китай хрень, те, кто спорят, те, кто осуждают и так далее. Ну, опять же, Китай хрень, так громко тоже сейчас говорить не будем. Как ни крути, они молодцы. Ну, согласись, они молодцы. На такое короткое время никто еще так не мог сделать. То есть они в этом вообще супер. Ну, а в основном говорят те хрень, кто не ездил на них. Ну, давай честно, согласись. То есть люди просто к ненавистью относятся к ним. Я их понимаю прекрасно. Но, может, да, стоит тоже как бы поездить, чтобы оценку дать, надо поездить на этой машине, правильно? Чтобы сказать, что это действительно трэш, надо покататься на них. Я на них катаюсь регулярно. Это самые частые гости у меня. Я исхожу от того, что я вижу. Почему я про Камри говорю? Там тоже нехорошо. Именно про Камри. Потому что их да хуя у меня, блядь. И приезжают на 120, 130, 150 пробеги. Много, масса людей пишут, что вот я 500 проехал. Да у меня здесь 400 проехал на Камри. Это ни о чем не говорит. Ну, как говорится, в раз в год и палка выстрелить можно. И здесь, вот, проехало 140, вот эта черри, черри 8. 140 проехал. Это 2020 год, если не ошибаюсь. То ли 2022, то ли 2020 год. 140 тысяч? Да, 140 проехал. Но сюда она, судя по всему, приехала уже не сама. Нет, все, они до победного добили ее. То есть эту машину прямо вот до победного. То есть мы разобрали там, а я тебе же показывал. Да. Помнишь съемки? Показывал. Мы покажем, покажем. Это вот она. Это вот она. А, это про нее. Это ее коробка, да. Сослан, смотри, давай с тобой чуть-чуть такой подведем итог. Первое. У черри, как ты отмечаешь, очень сильно, сильный минус, это коробка. Хрупкий. Именно вариантов. Очень хрупкий. Очень хрупкий. Просто хрупкий. Машина, я еще раз скажу, мне она нравится. Вот кладя руку на сердце, по сравнению с хавалом, мне она больше нравится. Это дизайн Мазды. Мазда ее делал. Ну, если ты не знаешь. Это рисовал эту машину Мазды. Если я не авиаполм Мазды, не ошибаюсь. Она мне нравится, она мне симпатична. Вот 4.7 Pro, вот эти всякие, да. Но коробка хрупкая, очень хрупкая. И я это с технической части говорю. Но это же не я их здесь ломаю. Это же люди мне тоже пишут, мне видосы отправляют. Хозяева этих машин. Кто-то за голову держится, кто-то пока что доволен. Да дай бог, пусть ездят, они не ломаются. Вопрос стоит в том, что они хрупкие. Действительно, подушки не всегда срабатывают. Это 100%. Это уже проверено все. С тормозами то есть, то нету. Опять же, у кого-то нормально все, у кого-то ненормально все. Ну, эти люди всплывают и нам все показывают и рассказывают. Все остальное, это да, есть дополнение. Мониторы глючат. Вот, окна спускаются, зеркала закрываются. Сами по себе. То есть человек, вот хозяин. Сейчас выйдет большой ролик про эту машину. Сам хозяин, все услышите, что говорит. Это же не я придумал, не актер какой-то пришел тут рассказывать. Здесь такого не было и не будет. Сослан дал развернутый ответ примерно минут на 30. Но я читаю ваши комментарии. И там пишут. Хорошая такая мысль. А что еще расскажет человек, который работает в сервисе, которому люди в основном-то с проблемой и приезжают? К Сослану и к другим владельцам сервиса все едут, когда что-то сломалось. Но вот здесь как раз для объективности стоит почитать комментарии. Как я сказал в самом начале, сделал публикацию в телеге. Вот давайте посмотрим, что пишут люди. Первое. Буду читать вообще рандомно. Про семерки, про восьмерки. Здесь есть хорошие отзывы. Негативные. Любые. Мой отзыв будет краток. Отработал в такси на чере Тига 7 Pro. Накатал 60 тысяч км. Положительно ничего не могу сказать. За исключением оснащения в плане опций. Тормоза никакущие. Если надо резко остановиться. А ведь такое бывает. Кто-то может выскочить. Сердце уходит в пятки. Постоянные глюки по электронике. В пример. Играет трек по Bluetooth. Он постоянно прерывается. Рандомно может открыться окно на закрытой машине. И всю ночь так стоять. И постоянно, прошу заметить, постоянно отваливается АБС в рандомное время. Просто пропадает АБС и ESP Auto Hold. На машине ездил с нуля. Пересел сейчас на Kia K5 22 года. Езжу кайфую. Вот вам живой отзыв. Просто когда первый раз Аслан рассказывал, что окна сами открываются. Многие не поверили. Типа, что за бред? Такого не бывает. Ну, вот человек пишет. Дальше идём. Не совсем хорошо видно, но тем не менее, зачитываю. Являясь владельцем черед Тига 7 Pro Max. 16 апреля 23 года пробег. Уже 5300 километров. За это время прошёл ТО. Обошлось примерно 7000 рублей. Всё устраивает. И каждый раз машина радует. Ездить одно удовольствие. Есть косяки в плане кнопки очистки воздухокондиционера, которая перестала работать через два месяца. Теперь можно её открыть. В общем, с экрана. А так сама кнопочка отвалилась. Владею Cherry Tiggo 8. С декабря 2021 года. И Cherry Tiggo 8 Pro Max. С декабря 2022 года. Неисправности на восьмёрке. Перегорела часть нити обогрева лобового. Гарантийный случай. Вспучился хром на накладке на дверях. Гарантийный случай. Иногда при повороте колёс на большой укол и нажатии на газ робот не смыкает сцепление. Очень неудобно и порой опасно, если делаем левый поворот на нерегулируемом перекрёстке. Дилер произвёл адаптацию сцепления. Не помогло. Так как проблема редкая, забили и просто держим в голове такой вот нюанс. В остальном машина вместительна. Ну и вот дальше можете посмотреть. Ещё 7 Pro. Ну, здесь всё хорошо видно. В принципе, можете почитать сами, что человек пишет. Подчёркиваю, что комментариев было много, поэтому я некоторые вывожу на экран. Можете нажать на стоп, что видно, прочитаете. Ну, здесь здравствуйте, ведро, с первых слов. Купил, потому что в лизинг. Январь этого года. Через 2000 биения тормозов. В общем, те проблемы, которые озвучивает в том числе Сослан, они действительно присутствуют. Люди сами, вот, пожалуйста, о них пишут. И ещё интересный момент, что очень часто владельцы, например, восьмёрок жалуются на вибрацию. Ну, вот смотрите, человек прислал видео. Стоим на трассе, двигатель запущен, как индикатор бутылка воды в подстаканнике. Дорога ровная. Начинаем движение. Сейчас всё увидите. Вибрация проявляет себя на скорости от 80 км в час и ведёт себя цикл лично. То есть вот до 80 едем. Вода, и бутылка стоит ровно. Набрали 80 км в час. Лёгкая дрожь в сиденье, в ноги, в руле, нет ничего. В бутылке видно, что периодически её тоже начинает полыхать. Но как бы это слабо. Дорога идеально ровная. Никаких ям, кочек. Ничего нет. Убираем скорость. Сто. Судя по бутылке, вибрация усиливается. По ощущениям, больше дрожь в ногах. Больше дрожь в ногах. Ну и в сиденьях. Лёгкая дрожь в гулях. Класс макет, посильнее получается. Колёса отбалансированы. Несколько раз. Всё ровно, дорога ровная. Никаких факторов, влияющих на движение. Пишут развернутые отзывы. Целые статьи создают люди из серии. Купил машину. Всё классно. Вот эти дифирамбы, что здорово. Но есть нюанс. Разгоняешься в 80. Постоянная вибрация, вибрация, вибрация. Проблема, вот скажем так, интересно сделана. Интересно проявляется, что у кого-то она есть. И таких становится людей больше. Они сбиваются так в группу. А у кого-то нет. Вот здесь есть отзыв. Интересно, просто подчеркнуть. Ну, 50 человек написало. Что человек написал. Мне, видимо, дико повезло. Понимаете? Вот лотерея. Как это раньше было. Помните, про BMW говорили? Что кто-то покупает, а у него машина постоянно сыпется. А у кого-то всё классно. Он там ездит 200 тысяч. Только расходники меняют. И всё. Вот нечто подобное. Человек говорит. Я езжу. У меня всё, слава богу. Вот стандартные болячки, проблемы, на которых жалуются все. Его обошли. А вот здесь вопрос. А вас при покупке автомобиля они тоже обойдут? Или же вы будете вот в одном из списков недовольных? С точки зрения наличия запчастей, кузовщины. Я вчера сам лично сел, потратил 2 часа времени, обзвонил дилеров. По Москве. Только по Москве. Потому что с регионами, с многими я общаюсь с дилерами, там беда. Ну, они прямо говорят, что нету. Ждать, да. Привезут. Только ждать надо. 2 недели, 3. Плюс 45. Опять это фантазия их центральный склад. Ну, ладно. По Москве я звонил вчера. Диски появились. Я удивился. Вот я тебе клянусь. Я удивился. Диски появились, да, в наличии прямо сейчас. Я им ВИМ говорил, все говорил. Прямо сейчас подъезжайте, мы поменяем. Диски по 11 тысяч. Один диск. Одна штука. На вот эту вот машину. Я помню, что я на BMW покупал одну за 9 тысяч. Ну, да, да. Оригинальную. Ну, ладно. Цены это уже. Да. Рейки спросил. Колодки, свечи. Ну, все есть. Но радиатор под заказ. И то, может быть, есть. У нас, говорят, три вида их. Надо смотреть. Может быть, оно подойдет. То есть, запчасти потихонечку. А коробка есть? Нет. Коробки нет? Нет. Наличия нет. И точно так же задаю вопрос дилеру. Ну, скажите по-честному. Вообще, запчасти, кузовщина точно ли есть? Все есть. Поэтому вы можете сами все проверить. Открываете сайт, звоните по дилерам и спрашиваете. Ну, это для тех информации, кто хочет себе купить машину. Моделируйте ситуацию, что не дай бог помялось у вас крыло, там попали в легкое ДТП, фару разбили. Позвоните, спросите, скажите, вот такая-то модель, есть ли фара в наличии? Или как долго ее ждать? И вы сами вживую услышите ответы. Что вам скажут? Здесь мы фиксируем. Значит, от себя хочу дать комментарий следующий. Я считаю, что по-хорошему компания должна отрабатывать все вот эти негативные моменты, которые про нее ходят в интернете, рассказывают в жизни, в реалиях. Что сломалась коробка, и человек понимает, что ему выгоднее ее починить за свой счет, нежели чем ждать. Вы навезли машину, у вас огромное количество дилеров, тащите коробки, чтобы они были везде про запас. Пришел человек, показал вам, привез машину на эвакуаторе. Вы понимаете, это заводской брак, гарантийный случай, вам менять коробку. Не так, что только после этого начинается заказ, вы ждите, мы сделаем, мы обещаем. А день-два, все, коробку сняли, выбросили, новую поставили. Рассказывают разные истории, что уже доходят до того, мне это донесли некоторые дилеры, что коробку не меняют полностью, ее начинают ремонтировать, какие-то элементы заменяют. Хотя раньше всегда было так, что у дилера был в чем плюс? Что-либо сломалось, тебе не ремонтируют. Тебе запчасть целиком, сборы меняют на новую. Сейчас гуляет разная информация. Да и в целом, если по дилерам пообщаться, видно, что китайцы на самом деле еще вот, как бы так, притачиваются, притираются к работе, чтобы все полностью наладить. Ведь автомобили, в первую очередь, также на территории нашей страны не собирают, их везут все с Китая. В этом плане я полностью поддерживаю людей, что это неправильно. Да и с другими марками было, в принципе, же то же самое. Сколько раз жаловались на другие автомобили, что что-либо сломалось, и сидишь ждешь. Об этом тоже стоит не забывать. Значит, давайте делать динамику. Динамику съездим в сервис к Сергею Рязанцеву про драйв. Кто это такой? Это человек, который, в принципе, давно на YouTube снимает различные видеоролики, обзоры машин. То есть, его канал полноценно направлен на тест-драйв обзоры. Я думаю, вы наверняка на него натыкались, видели, возможно, вы подписаны, кто не подписан. Когда-то он вам в рекомендациях где-то вылетал. Человек последние годы активно снимает китайцев. Показывает, себе покупает. У него три машины китайских уже было. Сейчас Танк-300. И послушаем, что он нам расскажет. Я ему задам несколько вопросов, и пусть он даст нам обратную связь. Смотрим. Ребята, знакомьтесь или вспоминайте. Давай руку. Серега про драйв Рязанцев. Почему мы приехали к тебе? Рассказываю вам прям по-живому. Насколько я знаю, года, может, 4 или даже и 5. Как начали активно продавать в России. 4,5. Как от новых китайцев. Ты начал их брать на обзоры. Длительные тест-драйвы. Снимать, снимать, снимать. И в интернете ходит слух, что ты правая рука Си Цзиньпина. Как такой официальный представитель китайцев в России. С точки зрения того, что у тебя много обзоров на китайцев. Чаще у тебя тон такой позитивный в сторону китайцев. Но ты при этом смотришь по сторонам и видишь, что бывают люди, которые говорят, говно полное, Китай гниет, Китай разваливается, Китай покупать нельзя. Короче, две разные стороны. Вот для объективности создания этого сюжета мы приехали к тебе для того, чтобы спросить. Серега, вот смотри, конец 2023 года. Сейчас карту открываешь просто. Повсюду китайцы и Лада. Если мы говорим про новые машины. Ну и параллельный импорт. Ну и параллельный импорт, который, естественно, дороже. Любая машина есть. Что ты скажешь по этому поводу вообще? Вот рассуди, скажем так. Что ты хочешь узнать? Говно они или нет? В том числе. Говно не говно. Как ты прокомментируешь то, что некоторые говорят, что все, что позитивное про Китай, это за бабки. Все, что негативное, это вот честный отзыв. Ну, давай начнем с того, что как бы у каждого товара есть своя цена. И надо на этот товар смотреть не в тот момент, когда он добрался до Российской Федерации, а в тот момент, когда его изначально задумывали. То есть, если мы берем условный Шкода Кодиак, ну, допустим, в Германии он сейчас стартует от 45 тысяч евро. А какой-нибудь условный Черри Тига 8 Pro Max, то есть это схожие характеристики полнопривода, двухлитрового мотора, роботизированная коробка передач, стоит в Китае 17 тысяч долларов. То есть, эта машина в производстве в 2,5 раза инженерами должна была быть экономней. То есть, на материалах, на металле, на обшивках и так далее, и так далее. Задача китайцев какая была? У себя на внутреннем рынке сделать доступный продукт, ну, относительно, ну, хоть мало-мальски привлекательный. Лампочки, кожзамп, дисплей, фары, светодиоды и так далее. У инженеров Шкоды другая задача была, поэтому у них, ну, ценник 45 тысяч евро. Понятное дело, что когда 17 тысяч доезжают, машины за 17 тысяч доезжают до России, она внезапно превращается в машину, там, за 45 тысяч долларов. Соответственно, и дебилу понятно, не надо быть инженером, чтобы понять, что условный Шкода Кодиак по железу и по многим характеристикам будет прочнее и надежнее того же самого китайца. Но, если бы не сложила вся эта ситуация, мы же не знаем, сколько бы они стоили. Сейчас неравная конкурентная борьба, а китайцы ни с кем не конкурируют. Они такие сидят, а давай мы будем продавать 8 промакс за 5 миллионов. А давай. Они их продают, их покупают, потому что купить больше нечего. А уж хорошая ли она или плохая, показывают сами продажи. Машины продаются в огромном количестве, ну, и, собственно говоря, за счет чего? За счет рассрочки. Потому что народ продал свою условную, опять же, ладу какую-нибудь. У него там миллион на кармане мается, он там подкопил где-то, там всей семьей скинулись. И у них есть первоначальный взнос. Если тебе интересно, считаю ли я, что они по железу хуже, чем немцы, да, они хуже. Это безусловно, потому что они на этапе проектирования и производства закладывались как автомобиль, который будет в 2,5 раза дешевле. Соответственно, и используется там все в 2,5 раза хуже. Ключевая ставка, низкий трафик, спад продаж. Это происходит именно сейчас, вот можно сказать, с начала октября. Многие дилеры по разным маркам, можно сказать, даже по всем, жалуют, что продаж становится все меньше и меньше. Прям пошел такой жесткий спад по причине того, что многие машины покупаются рассрочка, кредит, простыми словами, в долг. Все это покупается в долг. Что происходит? Ставку поднимают, соответственно, кредиты становятся дороже. Та же самая рассрочка. Вот у Черри, например, в частности, есть рассрочка на 7 лет, которая когда-то была там, ну, она стоила 400 тысяч рублей. То есть, что это такое? В пересчете там с минимальным нужным первоначальным взносом, я вам простыми словами сейчас скажу, вы брали рассрочку не под 0,01, а в реале вы ее брали примерно 4,5-5%. Ну, это вот плюс-минус такие цифры были. Это было выгодно, потому что кредит там 12%, а тут 5%. Но в чем отличается рассрочка от кредита? Ты, если взялся, ты в любом случае вот эту цену рассрочки 400 тысяч дополнительных, ты заплатишь. Хоть завтра пойди закрой ее, ты эти деньги уже не вернешь. Это нужно услышать и запомнить. Если вам рассказывают, что через месяц закройте, сходите, напишите заявление, вас дурят. Я не знаю таких случаев, кто отказался от наполнения рассрочки спустя месяц, полгода. А при кредите, когда вы берете, вот там как раз надо уже считать. Есть возможность закрыть кредит быстро, ты уже можешь понять, сколько ты не переплатишь по процентам. Вот это вот все нужно всегда сравнивать. На сегодняшний день поговариваю, что цена вот этой рассрочки, уже было третье подорожание, она уже выросла до практически 700 тысяч рублей. Я могу чуть-чуть ошибаться, но плюс-минус цифры они вот такие. То есть, там 600 с чем-то тысяч рублей она теперь стоит. Ставки выросли по кредиту. И, соответственно, уже некоторые там предлагают 17%, 18%. Люди приходят покупать машину, говорят, я потребительский кредит взял. 24% ставка. Представляете? 24% ставка. И им объяснять начинают, что все равно выгоднее можно взять автокредит. Нет. Я вот взял сам, я лучше за наличку. У некоторых до сих пор стереотип, что он пришел с наличкой, что его наличка всем нужна. Что вот, о, с наличкой, нифига, класс, давай, ну у тебя же там 3 миллиона. На самом деле это не так. Ни 3, ни 33, ни 333, это не так интересно. В продажах, в розницу там чуть-чуть другие интересы. С точки зрения надежности, сам прекрасно знаешь, что у нас в России люди, ну и вообще, не знаю, может, во всем мире люди любят, чтобы купил. И у тебя там гарантия, что 10 лет машина у тебя проживет, что у тебя ничего ломаться не будет, только расходники будешь менять. Вот ты снимаешь, общаешься с людьми, наверняка тебе там часто пишут, как жалуются в большинстве своем, тебе пишут, что все там сыпется машиной или в основном норму. Слушай, вот на самом деле весь вот этот движ со съемками китайцев начался еще в тот момент, когда китайцы перешли от гниющих вот этих помоек, которые еще в автосалоне сгнивали на половину кузова, до вот этой нового поколения, когда они инженеров перекупили. И тогда мы там в первый раз еще ездили в Китай и снимали эти черри, возможно, ты помнишь, как раз четыре с половиной года назад. И тогда мы там удивлялись, о, ничего себе, как там, типа, в этих черри, в эксидах каких-то, да, по цене там Киа Солб базового, они там умудряются ставить все. Собственно говоря, с тех времен продолжается эта линейка этих моторов 1.6, 2 литра турбо, вариаторы и семиступенчатые, шестиступенчатые роботы. И, конечно, понятное дело, что нарекания есть, как бы не может такого не быть, что такие китайцы, вот мы там производили всю жизнь палочки для еды, и такие херак начали делать кроссоверы, и тут внезапно супер качество Тойота, знаешь, ну, конечно, такого не может быть. Очень много нареканий именно по программному обеспечению, было особенно вот это в первый период 2000-2001 года, когда коробки эти дергались и так далее. Сейчас, конечно, у них все это улучшается, с семимильными шагами, но нужно отдать должное, что вот основной косяк это ПО у них. Вот так, чтобы массово ложились моторы эти 1.6 турбо, либо 1.5 турбо. Ну, я, например, о таком не слышал, даже одного случая. Вот я работал в Volkswagen, в школе работал много лет, и я могу сказать, что 1.4 турбо у нас стеллажами лежали, то есть это был, ну, просто падеж, знаешь, как осенние листва они ложились. Такого я не наблюдаю среди китайцев, особенно с учетом того, что, ну, в рамках нашего техцентра мы их дико чипуем, и они не ломаются. Ну, то есть люди приезжают, мы нам накидываем 40-50 лошадиных сил, они ездят, и ни одной рекламации. А машину, особенно в прошлом году, вот 8 Pro, это 1.6 турбо двигателей, мы прошли очень много. И ни одна машина к нам не приехала с какой-либо проблемой. Представьте, вы генеральный директор, вы несете ответственность за всю компанию и ее сотрудников, и у вас нет права на ошибку. Вам приходится контролировать руководителей, но на контроль сотрудников у вас уже не остается времени. А многим и представлять не приходится. Бизнес-телефония Юи создала уникальный сервис для руководителей и владельцев бизнеса. Онлайн-мониторинг, в котором вы получите конкретные инструменты для управления и контроля сотрудников, которые помогут повысить вашу прибыль. От отслеживания источников рекламы до записи разговоров. Юис разработала комплексный метод подхода к коммуникациям по запросу предпринимателей на основе 20 лет работы в этой сфере. Вы получите более сотни доступных метрик, настройки виджетов, которые помогут настроить рабочие процессы. А благодаря мощнейшей технической поддержке платформа получила звание народного лидера в сегменте по рейтингу Яндекс. А подключение и настройка занимает не более трех часов. Полученные возможности помогут вывести ваш бизнес на новый уровень. Получите личную консультацию со специалистом Юис, где он ответит на все ваши вопросы по ссылочке в описании или по QR-коду, который прямо сейчас вы видите на экране. И по ним же вы можете получить бонус в виде тысячи рублей на счет для того, чтобы потестировать платформу. Юис ждет вас в описании. Я хочу задать такой, наверное, хитрый вопрос. Как ты считаешь, почему люди как-то быстро стали забывать, что до прихода китайцев на рынок, какой тест-драйв не возьми, какой обзор не возьми. Если вот снимали, как правило, делали, допустим, плюсы-минусы. Про Шкоду сколько косяков показывали, рассказывали. Коробки летят, машины вот здесь косяк, здесь косяк. Про Toyota показывали, Camry показывали, Mazda, вот у меня было там много, в принципе, косяков по ней показывал. Land Cruiser ломались, моторы на маленьких оборотах, на маленьких пробегах. И как ты это знаешь, сейчас про это забыли, сейчас вот типа, о, вот раньше хорошие были машины, а сейчас как бы все вопросы только китайцы. Почему, блядь, забывают о том? Слушай, ну это вообще, в принципе, свойственно человеку. Я могу привести такой простой пример. Допустим, блогер какой-нибудь всеми любимый, купил, ну вернее, прорекламировал какую-нибудь пирамиду, там кинула компанию много людей, его начали хейтить, но через три месяца, ну и ладно. И опять все его смотрят, все его любят, все ставят лайки. Таких примеров, ты знаешь, в Ютубе полно. Соответственно, тут такая же ситуация с автомобилями. Вот, тогда было лучше, но хотя наша основная, опять же, нашего техцентра специализации, это ВАГи, и эти Тигуаны, Шкоды и все остальное у нас целыми днями на подъемниках висят пробеги. 40-50 тысяч, они потеют, ссутся этим маслом, эти сальные блоки порваны, там геморроя, вот так вот. И уже есть много китайцев, которые, ну, период гарантии подходит к концу, либо народ у дилера принципиально не обслуживает из-за высоких цен. И что-то я не вижу такого, знаешь, что они прям пачками к нам едут, и все, у них рассыпается. Опять же, вопросики, вопросики к немцам. Последний вопрос к тебе. Вот человек сейчас сидит, смотрит выпуск, такой говорит, так, подождите, подождите, в итоге брать или не брать? Твой ответ. Вот вообще рекомендация, как ты ответишь? Скажи, покупать или не покупать? Ну, давай объективно. Сколько она стоит? Ну, четверка. Вот эта вот. 2 миллиона. Возьмем эту. 2 600, да, где-то. Ну, их сейчас уже снимают в производстве. Короче, хороший 8 Pro Max, 3,5-4 200. Нет, та уже такая навороченная, мы сейчас говорим. Это 2 700, 2 600. Ну, их да, убирают. И это тоже убирают. Их не будет. Опять же, а людям что делать, которые на них сейчас ездят, купили их? Ну, вот ты ответь, здравый парень. Ну, что делать? В 3D и покупать новую модель. А кому, куда девать дальше? Хорошо, ты же машинами занимаешься, правильно? Я новыми просто. Ты же не купишь машину, где не ликвидно она? Не купишь, правильно? Ну, что людям надо делать? Вот вопрос. Снимают с гарантии? То есть, насыпали семечек, а сейчас их снимают с производства. Вообще, шикардос. Ну, это ненормально, брат. Это, вот, опять же, я на стороне людей, брат. Я на стороне тебя. Вот обычных людей, я с ними. Мне наплевать на этих всех блогеры, рекламисты, вот эти барыжные спекулянты, мне неинтересно. Я на стороне людей и вместе с ними вижу это все. Вот что делать ему, обычным людям? Что сейчас делать? Китаю не нужны. Уже, ты видел, Cherry 9 сейчас выйдет? Классная, красивая. Вот, опять же, еще раз скажу. Вообще, Cherry мне нравится по внешне. Сейчас 9 выходит. Посмотри, может, она действительно, они все это убрали, доработали, сделали классно. Я, блядь, скажу, парни, ну, она стоит того. Да, действительно, прикольная. И более-менее надежная. Эти машины хрупкие. Либо это, опять же, какая-то партия пошла, какая-то некачественная, бракованная. Возможно. Ну, я их пока что вижу очень часто у себя. В личку мне написала интересный вопрос моя бывшая одноклассница. Вот посмотрите, как она ставит вопрос. Я, говорит, никому не скажу, что ты мне ответишь. Начав с ней общаться, смысл прост. Как и везде. Мы, говорит, не доверяем китайцам. Есть модели, которые нравятся визуально, хочется. Но боимся, ведь поговаривают, что сейчас зима пройдет, машина развалится. Пальцем ткнешь, она, дверь упала, там, металл проломился и так далее. Здесь еще раз хочу донести следующий факт. Друзья, сегодня есть абсолютно любой автомобиль, который вы себе можете купить. Но народ голосует лишь рублем. Когда вы из комментариев выходите, встаете, залазите к себе в карман, достаете вот так вот деньги, начинаете ваши деньги считать и ваши там кредитные возможности, вы понимаете, о, у меня наличкой 2 миллиона рублей, ну, я готов взять еще миллион в кредит, у меня и того 3. Что я могу купить себе за эти деньги? Откройте площадки различные, доски объявлений, посмотрите, прям фильтры высыпьте, новая машина, или там с пробегом до 1000 км, и вы увидите, что машины есть разные. Но когда вы увидите цены на них, особенно не в объявлении, а когда вы позвоните, доедете, и вы стоите возле машины, говорите, ну что, какая финальная цена, занал, и вам ее называют, то тут вы начнете уже задумываться и сравнивать. Типа, блин, это что, цирата себе возьму, или черри на полном приводе, паркетничек высокий, заряженный, все опции, все, что хочешь, гарантия официальная, все есть. Вот здесь уже начинается рождаться истина. Хочу и могу. Хотеть можно, все, что угодно. Я себе, знаете, что хочу? Я себе X5 хочу. Но когда я смотрю на цены, которые есть, бэушная версия 3-4 годовала с пробегом 70 тысяч рублей стоит 7,5-8 миллионов рублей. 4 годовала 8 миллионов рублей. Я его уже не хочу. Акцент делаю, что мы делаем этот выпуск про челли с акцентом. Вот там хают коробку, вариатор, что она слабенькая. Есть там несколько вариаторов, соответственно, там поколения шли, которые до 2000 или 2019 года, я сейчас уже не помню. Я знаю, что в этих коробках китайских не особо, прям разбираюсь. Но у нее там был нюанс, что она до 200 ньютонов момента держала, она вообще рассыпалась жестко, там до пробега в 70 тысяч. Это ставили еще на вот эти переходные черри, после того, как появилась уже там черри Тига 4, 8. На них уже другие вариаторы пошли, которые до 250 ньютонов, они уже гораздо более надежные, они там спокойно 120-150 тысяч катают. И сейчас уже пошли новые вот эти вариаторы, сколько они будут катать, неизвестно. Но опять же, я как бывший продавец, который работали мы в таком большом комплексе у официальных дилеров. У нас там был Митсубиши, Ниссан, Рено. Я хочу сказать, что любая машина, у которой стоит вариатор, если она до 100 тысяч доехала, это чудо. Ну, давай подводить итог. Серег, сидит человек, часто мне даже пишут вопросы, ну вот недоверие покупать, не покупать, брать ту или иную марку, модель, неважно, ну китайскую, боюсь. Что бы ты ему посоветовал, тебя спросили, Серег, ну давай по-свойски подскажи, брать не брать. Ну вот тут все просто, есть у тебя деньги, бери немца, нет у тебя денег, ты берешь китайца. Ну сейчас ситуация такая, выбора нет. Ну то есть, можешь достать 8 миллионов, пойти себе новый Тигуан купить, да пожалуйста, иди покупай. Ты хочешь кучу лампочек, свистоперделок в салоне, и у тебя на это есть только 3,5-4 миллиона, тебе прямая дорога в черри. Дальше ты уже сам сиди думая об имиджевой составляющей, будет она ломаться, не будет. То есть, мы попали в жесткие рамки выбора. И когда мы из них выберемся, одному богу известно, сейчас как бы рубль, как ты видишь, пошатнула, не слабо, почти 100 рублей. Вот, соответственно, ну там истерика у Катюшки. Вот, соответственно, ну, ваш выбор, есть деньги, покупайте немцев, нету, ну относительно нету, покупайте китайцев. Вам, ну, если только индусы сейчас что-нибудь, знаешь, нам привезут еще из говной палок. Какой-нибудь хрен нам привезут, а тогда у вас будет еще третий выбор, типа, покупать картонные машины или нет. Поэтому, ну, не знаю. Пересаживать я никого не собираюсь, а, как говорится, каждому свое. Я, это мое сугубо личное мнение, я ее выражаю, пытаюсь людям подсказать, да, где черные, где белые. А там, смотрите сами, как бы, да, ну, кто на что тянет, то и покупает себе. Просто будьте аккуратны, друзья. Еще раз повторюсь, будьте внимательны и аккуратны. Именно с китайскими машинами. Это очень сырое, и для нас это пока что вообще непонятно, что будет завтра и послезавтра. Вот их, когда выпустили эту машину? Ну, я не знаю, в 20-м году. В 20-м году. Уже производство закрывается. Ну, это нормально, ты считаешь? Правильно. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Да, да. Вот, о чем я хочу донести до людей. Будьте аккуратны. Мы с вами уже практически приблизились к завершению. Как мне кажется, ну, отличный сюжет. Всесторонний. Стараюсь, со всех сторон показываю, поэтому подпишитесь на канал. Прямо сейчас лайк, ребята, лайк. Значит, что еще хотел сказать кратенько. Машин полно, и дилеров обязуют их выкупать дальше. Каждый дилер, который открывается в стране, он подписывает договор, на основании которого, как минимум, определенное количество в месяц он их должен покупать. Хочешь, не хочешь, делай, иначе дилерство лишишься. Это важно для вас, потому что кому-то же эти машины надо продавать. И вот сейчас пошел, назовем его так, грязный, плохой трафик. Когда уже начинают публиковать на досках объявлений, те самые дилеры, заведомо ложные объявы. Ну, например, машина стоит низкой ценой, 2 миллиона рублей, а вас заманивать будут на полтора миллиона рублей. И все ниже, ниже, ниже. Этот трафик, сам по себе, для дилеров бестолковый. Вас он тоже отвлекает, вводит в заблуждение. Вы смотрите, о, низкая цена, звоните вам, да-да-да, по телефону, заманить в салон, а дальше уже как-то пытаться вам ее продать. Это тоже важно, это нужно учитывать. Поэтому это важно. Смотрите по сторонам, чтобы вас там не завели, скажем так, в блудняк через этот кредит, заманив низкой ценой. Прямо сейчас на экране появляются отзывы, я их буду быстренько показывать, но вы можете нажать на стоп, почитать, в целом, согласно отзывам, ну, действительно, кому-то повезло, и он, не жалостно, опять же, пробеги маленькие, а если посмотреть, у одного одна поломка, у второго другая, третья, и вот так вот если собрать целый список, ну да, думаешь, нифига себе, об этом особо такого-то не рассказывают. Я и ранее говорил, что вот бы найти человека, который приедет, чтобы у него весь набор был на автомобиле, потому что с точки зрения контента, да, это интересно показать. Пока все покупают, покупают, ну, хоть где машина-то живая, где негатив, вот, пожалуйста, вот по кусочкам мы собираем. Подчеркну, что задачи сделать негативный сюжет нету, задача есть одна, сделать разносторонний выпуск. Дальше будет больше интересной информации, сказать много чего есть, поэтому постепенно, серия за серией, будем все это разбирать. Кто пропустил вдруг выпуск про Хавал, зайдите, посмотрите, если подобный формат вам понравился. Таким образом, я хочу лишь донести до вас инфу, что вот, я вам показываю с разных сторон, что берут, что не берут, что говорят владельцы, что говорят на сервисе, что говорят блогеры. И вы эту информацию прослушиваете, собираете, анализируете сами, с женой, с семьей, едете, общаетесь, смотрите и принимаете решение, что вам покупать. Пользуйтесь информацией правильно, анализируете и принимаете решение. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, ведь там выходит очень много полезных и интересных наблюдений, постов, вполне возможно, что-то вам допригодится. Подпишитесь на канал, все полезные ссылочки ждут вас в описании, жду ваше мнение, в следующий четверг по плану сделать подобный выпуск, но про марку я напишу в телеге, что это будет за марка. До новых встреч, всем пока, пока!